Дожди не только на улице, но и в квартире. Николай Сальников регулярно меняет ведра и наблюдает за тем, как плачут не только небеса, но и потолок. Живёт на самом высоком, 14-м этаже и надеется, ремонт крыши всё-таки закончат. С апреля месяца, по-моему, начали делать капремонт. Всё пораскрывали, то есть всю старую крышу сняли, но, по всей видимости, не рассчитали силы. Текущая крыша – проблема хроническая, говорит Николай. Обострилась ещё летом 23-го года, когда засорилась ливнёвка. А сейчас, после дождей, жители дома 32 на Северной спасаются от коротких замыканий и подсчитывают суммы, которые придётся потратить на ремонт квартир. Мечтали о новой крыше, а получили лужи и трещины на потолках. Как итог, уже появилась плесень. Соответственно, вот обои отдираются, вот она, как говорится, плесень. Эти кадры Николай снял на днях. Шутят. В квартире завёлся полтергейст. Но ситуация гораздо серьёзнее, как и у соседки Елены. В детской всё течёт, причём сейчас нет дождя, вот такие капельки. Как только начинается дождь, это всё льёт водопадом. То есть мне приходится двигать себе кровать из двух сторон. Льёт достаточно серьёзно. Переехала в 2019 году, сделала ремонт и, как оказалось, всё на смарку. На потолке разводы. Обои отошли повсюду ёмкости с водой. Что отвалится штукатурка, отвалились обои. Штукатурка вот на полу. Вот все углы мокрые. С тряпками и вёдрами не расстаётся и Тамара Лищенкова. Первое время от дождя в квартире спасал натяжной потолок. Когда от тяжести начал провисать, проткнули. Теперь по капле набираются шесть вёдер в день. А теперь вот куда? Не продать, не уехать, ничего не сделаем. На техническом этаже картины не из приятных. С годами ливневые трубы прогнили. Но вместо того, чтобы водосток заменить, решили применить оригинальные технологии. Вот они, гнилые трубы. Вот она прям рассыпается, труба сама, вот она прям хрустится. Трубы не меняли, похоже, с 89-го года, говорят жильцы. Обмотали скотчем в несколько слоёв. Но от протечек это не помогает. И тут лучше не придумали, чем сделать вот такие корыта и свести это всё в канализацию. Работы на крыше ведёт фонд капремонта. Впрочем, звонки от нашей съёмочной группы там проигнорировали. А вот в управлении жилищного хозяйства ситуацию прокомментировали. Фиксируем, документируем всё это дело. Будем сопровождать эту ситуацию, чтобы добиться от подрядчика фонда капремонта возмещения, соответственно, ущербов от заливов с кровли. И будем добиваться, чтобы они, соответственно, восстановили кровлю. Ответы от подрядчика ждут и жильцы дома, как и ясную погоду. Ведь если за окном погода хорошая, то и в доме будет всё в порядке. Олеся Лукина, Андрей Безуглов, телекомпания Одинцова.